МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Животный мир на нашей планете невероятно разнообразен, и извечная борьба между хищниками и их добычей служит спусковым крючком для совершенствования тактики охоты у одних и тактики защиты у других. Но что может прийти в голову при виде насаженных на колючки и поле различных насекомых, птиц и рептилий? Кто это делает и зачем? Эта тактика одной небольшой певчей птицы с адийскими наклонностями известна как сорокапут, на латинском ее название звучит как ланиус, что переводится как мясник или палач. Род этих птиц многочисленен и его представители обитают на всех материках за исключением Южной Америки, Австралии и Антарктиды. На территории России этот род представлен 9 видами. В отличие от других более крупных хищных птиц, как орлы и ястребы, у сорокапутов нет сильных когтей, которыми можно было разрывать плоть. Зато имеется крепкий клюв, загнутый в форме крючка над клювем. Им птица умело убивает мелких позвоночных, ударом в затылок, а потом делает еще кое-что. Перед тем, как начать питаться, сорокапут накалывает свою добычу на острые предметы природного и искусственного происхождения, как шипы на деревьях и кустарниках, колючая проволока или вклинивают в развилку дерева. После птица начинает разрывать плоть своим крепким клювом. Иногда на деревьях можно увидеть множество нанизаной живности. Так, сорокапуты делают своеобразные мясные запасы на зиму, когда пищи мало, или в сезон размножения, когда потребностей в энергии больше. Именно такой способ также помогает им справиться с ядом, который присутствует в некоторых животных, как радужная саранча, бабочка-монах, восточная узкозубчатая жаба, оставив добычу на шипе на несколько дней, как правило 3-5 дней, яд в результате процесса гниения разлагается, после птицы приступают к трапезе. Диета этой маленькой хищной птицы состоит в основном из насекомых, но она также не против полакомиться пауками, улитками, крабами, раками и мелкими позвоночными, такими как ящерицей, змей, птицей, грызуны, а иногда и рыбой. Она также может питаться падалью и животными, сбитыми автомобилем. Охота обычно происходит с дерева, где она сидит и наблюдает за потенциальной добычей. Птица также может зависать над своей жертвой. Большая часть пищи добывается на земле, но насекомые также могут быть пойманы в воздухе. Саракапут может убить и перенести животное такое же, как и он сам. Он переносит крупную добычу в лапах, а мелких жертв в плюве. Птицы иногда выходят на охоту холодными утрами, когда низкие температуры сковывают в движениях холоднокровных насекомых. Для человека саракапуты не представляют никакой опасности. Они не нападали и не проявляли агрессии по отношению к нам, даже к маленьким детям и пожилым людям. Они полностью безопасны для нас. Но вот если эти птицы были бы покрупнее, то нам стоило бы переживать за свою жизнь. На этом все о такой необычной птичке, своеобразном колосожателе. Подписывайтесь на канал, если не подписались и до скорой встречи. Всем пока.